Интернет ресурсруб.ру опубликовал интересный рассказ одного из российских миротворцев, несущих службу в Карабахе. Я здесь вторая смена, то есть, я менял тех, кто зашел в Карабах в ноябре 2020 года. Армения была на грани проигрыша. Вообще, вся эта возня один большой армянский крах. Азербайджан готовился к этому реваншу и готовился конкретно. Контингент был выброшен фактически в голое поле. Это сейчас созданы отличные условия для существования, а тогда жили, где получится. Сразу встали на посты вдоль линии соприкосновения. Количество постов менялось, но, в принципе, не сильно. Сейчас контингент стоит на 29 постах. Местные, поначалу, даже денег не брали. Сейчас все поменялось. Отношение такое, типа где вы были раньше, и защищайте нас. Положение противоборствующих сторон сейчас такое, азербайджанцы ведут себя уверенно на правах победителей. Армяне не могут смириться с проигрышем и всячески пытаются показать свою значимость, хотя и яйца выеденного не стоят. Перестрелки периодически бывают, но в Карабахе редко. Очень часто стреляют на границы Армении и Азербайджана, на востоке это Сюникская и Гихаркуникская области Армении. Например, вот сейчас на севере Гихаркуникской области опять движуха. Около пяти утра в районе Вериншоржа перестрелка между постами. Армяне заявили про потерянный пост. Что касается еще одной перестрелки, которой по версии нашего Министерства обороны не было, около трех часов тридцати минут началась заваруха. Армяне оставили один свой пост с одним офицером и тремя солдатами. Потом началась конкретная перестрелка с использованием танков, СПГ, минометов. Причем все это использовала только армянская сторона. К десяти часам все прекратилось. Проанализировав все случившееся, можно сказать, что налицо провокация со стороны армянской армии, констатировал военнослужащий. Он отметил, что одной из главных задач миротворческого контингента является контроль за пропускным режимом. Практически все посты, а особенно, стоящие в Лачинском коридоре находятся на дорогах и развязках. Это, соответственно, досмотр машины документов лиц, передвигающихся по территории Карабаха. Главная задача, чтобы на территорию не санкционировано не заехали иностранцы. Ну, наверное, за исключением, граждан России. В принципе, посты с этим справляются, но, все-таки, шесть месяцев это немалый срок, и периодически солдаты начинают по мелочи косячить. Плюс досмотр машин, иногда сюрпризы приносят. Очень много оружия осталось после окончания конфликта. Периодически изымаем у местных. С коноплей недавно одного задержали. Тип целый багажник накосил. Вот его и морпехи на севере и приняли. А один раз задержали машину, в которой труп 80-летней старушки везли. Она умерла, и родственник вез ее в соседнее село хоронить. Миротворец признается, что такого количества минных полей я еще нигде не встречал. Причем армяне так спешно отступали, что на многие поля даже формуляры не оформлены. Вот и катается рота гуманитарного разминирования каждый день на очистку местности. Кстати, на одной из очисток Урал наехал на СВУ. Как итог, водители старшей машины отправлены в Россию с травмами средней тяжести. Оба целы, но тут их не оставили. Участвуют миротворцы и в поиске тел погибших во Второй Карабахской войне, практически каждый день выезжаем на поиски. В начале трупов было огромное количество. Если честно, то картина была как в первой чеченской, реально собаки трупы жрали. Сейчас уже чисто какие-то останки периодически находят. Рассказчик отмечает, что главная цель нашего прибытия – до конца не потерять воздействие на Закавказье. Армения – это последний шанс удержать хоть какие-то позиции. Я думаю, что пятилетним договором пребывания контингента тут не ограничится. Ходят разговоры, что управление миротворческим контингентом в следующем году хотят перевести на постоянную основу, а не оставлять как сейчас на ротационном принципе. В общем, в командировку едут с исключением из списков части на два года, указал он. Про местных могу сказать одно, они армяне. К нам относятся доброжелательно, как я говорил ранее, даже в магазинах очень часто денег не брали. Сейчас все поменялось, мы очень хороший источник дохода. Уровень жизни низкий, с учетом денежного довольствия и командировочных 17 долларов в сутки, военные могут себе позволить многое. Местные этим и пользуются, в местах, где выставлены посты, сразу же открылись магазины. Есть и непримиримые, которые считают, что мы их оставили одних и не ввязались в войну на стороне Армении.